Здарова, бро! С тобой Гар. Сегодня я поведаю тебе о том, как преобразился Battlefield 2042 к 2023 году и стоит ли в него сейчас играть. А перед этим не забудь поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, что думаешь об этом. Battlefield 2042 вышла 19 ноября 2021 года. Я, собственно, и начал играть с этого момента и по сей день. На релизе игроки столкнулись с тонной багов, падением серверов и ужасными картами-полями, которых было всего 7. Также тогда совсем не было никакого баланса из-за системы специалистов, потому что изначально игру разрабатывали под ныне умерший, к сожалению, Hazard Zone. Если бы режим шел бесплатно, например, как Warzone, не думаю, что его постигла бы такая участь. Все-таки играть было интересно. А еще нам представили великолепную песочницу под названием Portal, которую DICE своими ручонками изначально сделали неиграбельным, в связи с тем, что там не было никаких ограничений в плане опыта и игроки начали создавать фермы ботов и фармить прокачку на них. Поэтому разработчики полностью отключили там опыт, тем самым отбив у нормальных игроков желание играть в этот режим. Студия DICE пообещала всем, что будут исправлять игру, выпустив инструктаж по путешествию в первый сезон, и заодно перенесли его с февраля на июнь, практически оставив игроков без контента больше, чем на полгода. Профессионалы обещали нам такую легоси-фичу, как таблицу счета, войсчат и профиль игрока, где можно посмотреть свою статистику. Да, на релизе этого не было. Заодно они вдруг решили начать слушать игроков. На протяжении четырех месяцев они выпускали заплатки и крупные патчи. К апрелю исправили практически все критичные баги и вернули вышеупомянутые фичи, которые всегда были в серии. Но в течение этого времени онлайн стремительно опустился на дно, что неудивительно. И вот свершилось. 9 июня, спустя 8 месяцев после релиза, DICE выпускает первый сезон, который подарил нам великолепную карту Открытия, 2 новых стелс вертолета, 2 пушки, гаджет, тонну исправлений и боевой пропуск, который, к слову, так себе, из-за чего игроки прозвали данный сезон Zero Content. В течение этого сезона разработчики удалили мерзкие фразы специалистов в конце раунда, которые выбивались из общего тона игры. Изменили им внешность, сделав более грязными, что соответствует стилистике солдата, а не участника выставки в милитаре экипировки. И анонсировали переработку всех ванильных карт 2042. Первая на очереди стала Калейдоскоп, которую переработали уже в августе, сделав намного приятнее, чем она была до этого. И главное, играться стало лучше. А еще добавили режим захват-исход с уменьшенными картами на 64 игрока, который включает также карты из предыдущих частей, а именно границы Каспия, канала Наушехра, Вальпараиса и порт Арика. Перед завершением первого сезона Дуси объявили о том, что они планируют вернуть систему классов, что несомненно обрадовало комьюнити. Также нам поведали об оружии из хранилища. Так дайсы назвали перенос некоторых старых видов огнестрела из портала. Второй сезон стартовал 30 августа и по традиции принес нам некоторый контент, включая новую превосходную пехотную карту на мели, нового специалиста, новую технику краба, который просто прекрасен, если играть в скваде, и три новых вида оружия. А также добавили две первые обещанные пушки из портал, объявив о том, что при каждом следующем обновлении они будут добавлять новые старые пушки в основной режим игры и новые оружия эпох сам портал. В течение этого сезона были переработаны карты Возрождения и Космодром, которая, по моему мнению, лучшая в игре. Реворки существенно улучшили геймплей на этих картах и стартовал первый ивент в истории серии Battlefield. Ликвидаторы. Так говорили сами разрабы. Он принес нам немного косметики и, честно говоря, был так себе. 22 ноября в 2042 вышел уже третий сезон, практически через год после релиза. В этом сезоне игроков ждал новый специалист с легендарным гранатометом XM. Вместе с ним в игре появился мощный имбо-танк рельсотрон Thor, который не оставляет шанса воздушной техники. Несколько видов пуша, включая Rorsch MK4, обновленную версию Railgun из BF4, метательный нож и новую масштабную карту на острие, которая, по мнению игроков, неплохая, но все же хуже, чем две предыдущие. Добавили очередное оружие из хранилища. Стартовал сюжетный ивент Битва за Нордвик. В этот раз действительно интересный. В нем временно вернули удаленный еще до первого сезона прорыв на 128 человек, который мне нравился. И были переработаны карты. Первым стал манифест, что, по-моему, халтурный реворк. И, по сути, игра на этой карте не изменилась. И разрыв. Тут уже разработчики постарались, переделав всю карту, после чего она стала играться совсем как новая. И вишенкой на торте стал камбэк классовой системы. Далее расскажу поподробнее. 31 января вышел патч с классами и реворком разрыва, кардинально переворачивая геймплей игры. Я уже отыграл достаточно времени с момента выхода патча, так что уже сформировал свое мнение и сейчас с вами поделюсь. Всех специалистов поделили на классы, знакомые всем фанатам серии Battlefield. Штурмовика, инженера, разведчика и поддержку. У нас теперь появилось снаряжение классов. Настраивается для каждого отдельно. Гаджеты и устройства поделили между этими самыми классами. Классовые гаджеты и оружейные навыки присущи также каждому классу. Оружие, тем не менее, можно брать любое, что лично меня не может не радовать, так как я против системы разграничения оружия по классам. Штурмовики. Это «Дозер», «Маккей», «Санденс», «Зейн». Получили снаряжение класса «Шприц-ручку». Их количество уменьшили до одной. Можно пополнять с медицинского ящика. Гаджеты штурмовика, С5, бронепластина, клеймор и дымовой гранатомет. Навык. Три дополнительных магазина для штурмовых винтовок. Геймплей за штурмовика сильно не изменился. Этот класс самодостаточный на поле боя и может соло выносить всех и вся. Собственно, как и должен. Инженеры. Борис, Кроуфорд, Лис. Снаряжение класса. Горелка. Гаджеты класса. Противотанковая мина. С5, Ову-робот, ФМ, 148 «Джавелин». Противоздушный гранатомет FXM-33, гранатомет М5. Лис не может брать ракетные установки, так как у нее есть ТВ-шка, которую существенно бафнули. Теперь она летит на 600 метров и стала более маневренной. Стрель Бориса и Кроуфорда теперь могут наносить урон технике. Оружейный навык. Повышенная точность стрельбы в положении сидя и лежа для пулеметов. Теперь эти ребята абсолютно незаменимы на поле боя, так как от них по сути зависит судьба отряда. Они единственные, кто полноценно могут противостоять технике. И теперь они действительно ремонтируют проезжающую мимо них технику в катках, что очень радует. А при игре за другие классы ты начал бояться техники, как и в предыдущих баттлфилдах. Поддержка. Ангел, Фальк, Ирландец. Снаряжение класса. Дефибриллятор. Добавили в отдельный слот. Привет БФ4 и Килл из Дефиба. Гаджеты класса. Ящик с припасами. Аптечка. Клеймор М18. Дымовой гранатомет. Оружейный навык. Более быстрая смена оружия для пистолетов-пулеметов. Этот класс теперь действительно поддержка, а не универсальный пожилой солдат по имени Фальк. Люди при игре за них стали чаще поднимать товарищей по команде. И теперь они правда кидают патроны. Абсолютно теперь бесполезен против техники. Необходимо полагаться на товарищей. Разведка. Каспер, Пайк, Рао и невыпущенный специалист четвертого сезона. Снаряжение класса. Маяк возрождения. Гаджеты класса. С5. Клеймор М18. Татчик приближения. Софлам. Дротик слежения. Т-Укс. Оружейный навык. Мгновенная и бесконечная стабилизация прицела для снайперских винтовок. В принципе за них теперь можно намного эффективнее снайперить. Плюс совместно с инженерами возникает синергия. Потому что одни лочат технику, а другие по ней бьют. Рао благодаря системе получил существенный баф. При взломе отмечает вражескую технику как Софлам на несколько секунд. Маяк помогает вашему скваду пушить точки. Так как он теперь не ломается при продвижении вперед очень эффективен. Техника тоже получила некоторые улучшения. Танки например теперь имеют активную защиту и общую прокачку. Плюс им в два раза увеличили скорость вращения башни. Теперь благодаря классам в них не летит по 7 ракет разом. И ракету Лис теперь можно контрить активкой. Техника живет. Вертолеты нерфят. Теперь они не могут лететь выше 400 метров. Однако им добавили перк ниже радаров. Он позволяет им спрятаться от наведения техники. Летая ниже 30 метров. Пехота при этом может наводиться. Ну и по мелочи. Добавили 3 тепловизора. Разные кратности на пушке. И на гранатомет Зейна. Кто за него играл поймет, что это было действительно нужно. Подытожив вышесказанное. Могу сказать, что 2042 преобразился. И теперь правда похож на Battlefield. Чувствуется взаимодействие между классами. Геймплей действительно поменялся в лучшую сторону. Изначально я сомневался в этом. Графику улучшили. Оптимизацию подтянули. Торнадо наконец-то стал, как в бете. Поднимает контейнеры, деревья и прочий мусор. Далее. Нас точно ждет 4 сезон. Завершением сюжета игры. Новые карты. И по словам DICE это переосмысление. Метро. И в заперти. Точно переделают обломки. Пятый сезон. В котором нас ждет карта, связанная с BF4, но в сеттинге 2042. Я думаю, теперь стоит поиграть в Battlefield 2042. Тем более он есть в различных подписках. А если вы забросили его на релизе или не играли совсем, то контента для вас будет навалом. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайся на канал и ставь лайки. Напиши в комментариях, как тебе сейчас 2042 и будешь ли ты в него играть. А с вами был Гар. Всем пока. Субтитры сделал DICE.